Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на программу Кулинарные секреты. Добрый вечер! Сегодня у нас праздничная программа в преддверии красивейших, любимейших многими из нас праздников, такими как Ханука, Крисмас и впереди, конечно, Новый год. Мы сегодня решили сделать необычную программу и рассказать о сладостях, которые знают и любят все. Ну, со мной, вы уже знаете, не раз видели в программе, со-продюсер и арт-директор такого проекта, как Кулинар, Оля. Привет, Олечка, еще раз. И вот мы с Олей вместе сегодня проведем такую вкусную предпраздничную программу. Но у нас есть еще один помощник, и вот мы сейчас ее представим. Вот с Олей пришла еще одна девочка, вот так я могу сказать, и мы сейчас узнаем, кто это, и кто это, и как ее зовут. Это маленький сюрприз для нашей программы, он у нас впервые, и, как Гена уже сказала, что впереди много праздников, которые доставляют радость. А как же радость без наших маленьких детей, которые, в принципе, участвуют во всей нашей жизни и доставляют радость абсолютно всем. Поэтому, Геночка, мы сегодня будем твоими помощницами. Это моя доченька София. Да, дочь? Будем помогать сегодня Гене. Вот, я так рад, что сегодня у нас действительно совершенно необычная программа. Мы впервые снимаем программу, где участвуют дети. И это ответственная программа, и я очень рад, что ты привела дочку, и она умничка такая, хорошая девочка, она нам поможет. Я уверен, что эту сладость она тоже очень любит. Мы сегодня расскажем и покажем, как готовится, ну, наверное, та сладость, которая символизирует буквально Крисмос и Новый год. Вот, это знаменитые конфеты Ферреро Роше. То есть, вот такие вот конфетки, которые знаем мы все. Да, Сонечка, ты тоже их знаешь и любишь, наверное? Они очень вкусные? Сонечка? Да, конечно. Нет еще? Она нашу хочет уже, которую мы сделаем. Мы сейчас делаем эти конфеты, я расскажу, как они готовятся, это несложно. И я уверен, что сама простота приготовления и ингредиенты, которые присутствуют вот в этой сладости, они радуют абсолютно всех. А самое главное, что они очень просто готовятся и могут украсить любой стол на любой праздник. Ну, и, конечно же, на Рождество, это просто необходимость знать, как это делается. И все сделано своими руками всегда вкуснее, чем куплено в магазине. Давайте вот я вам расскажу, в данном случае, какие ингредиенты присутствуют вот в знаменитых конфетах. Ну, конечно же, шоколад. Шоколад нужно брать молочный. Молочный шоколад. Фундук или лесной орех. Наше любимое сгущенное молоко. И вафли. Обыкновенные вафл. То есть, они могут быть разные. Они могут быть кофейные, шоколадные, ванильные, ореховые, какие угодно. Вот буквально четыре ингредиента. И мы сделаем вот такие вот вкуснейшие конфеты. Пока я буду рассказывать вам историю этих конфет, буквально вкратце я расскажу, как они появились, кто их придумал, в каком году они появились впервые в магазинах. Сейчас их, по-моему, они существуют везде, на всем земном шаре, в каждом магазине, тем более сейчас перед Крисмосом. А пока я попрошу Сонечку, чтобы Сонечка помогла нам. И мы будем просто крошить и ломать вот эти вот вафл. Просто вот так вот на кусочки маленькие. На любые совершенно. Все, крошите. На любые кусочки. Держи. И кроши сюда. И мама будет. Дело в том, что в 1942 году, именно в такое тяжелое время, когда всю Европу охватила великая вот такая вот для нас, которая унесла много жизни, Великая Отечественная война, как ни странно, именно во время войны, один из итальянцев, конечно, один из итальянцев Никола Феррера, которому просто уже надоело, надоело вот этот вот ужас войны, надоело то, что в магазинах практически все вот такое вот серое и унылое. И он решил именно в такое тяжелое время создать конфеты. Эти конфеты делала его бабушка. И вот это вот гениальная идея старых рецептов, которые существуют уже, посмотрите, сколько лет. Кстати, знаменитая паста Нотелла. Нотелла тоже была придумана его бабушкой. То есть это в его семье была популярна. Он же придумал, он и его сын изобрели киндер-сюрприз. Да, немецкое название, потому что это производило в Германии, а придумали это итальянцы. И вот начиная с 42-го года, я считаю, триумфальное шествие по всему земному шару. Совершенно не сложных, а вот вся прелесть в простоте. Потому что те ингредиенты, которые я вам рассказал, они сами по себе гениальны. Кто не любит вафли, кто не любит шоколад, кто не любит лесной орех, фундук? И вообще объясните мне, существующие, которые не любят сгущенное молоко? Все очень просто. Ну, сейчас нам нужно будет зажечь плитку, и я буквально чуть-чуть подсушу или обжарю фундук. Сейчас я зажгу плитку. Вот я зажег плитку, я поставил сковородочку и бросаю лесной орех. Он должен немножечко подсушиться. Я специально, вы видите, выбираю вот такой вот лесной орех, чтобы он был не до конца очищенный, хотя продается уже толсты и уже без вот такой вот, без его вот такой вот шкарлупки. Но мне нравится, чтобы он имел вот такой вот слегка, слегка очищенную структуру. Его мы потом его просто завернем в полотенце и потрем. Как обычно это бывает, чтобы сошла вся шелуха. Ген, ну мы вот приготовили тебе сюрприз с Сонечкой. Пока у нас жарится, поджаривается орешек. Мы готовы тебе предоставить наш сюрприз к твоему прослушиванию. Сонечка, мы споем Гене песенку, да? С удовольствием. Ну давай. Новогодняя ночь Тих-так Тикают часы Тикают часы Откинаются Тих-так Тикают часы Тикают часы Тих-так Какая прелесть. Спасибо большое. Спасибо, Сонечка. Ну просто потрясающе. Я просто даже не сомневаюсь, что в следующей передаче «Голос для детей». Мы просто едем вместе с вами. Мы просто едем вместе с вами. Ну вот я вот так вот, обратите внимание, вот так вот я их подсушил. Все, это буквально недолго. То есть их не нужно жарить, их нужно чуть-чуть подсушить. Все, этого достаточно. Теперь я вот так вот их, вот так вот их бросаю сюда. Все, я убираю сковородочку, она мне понадобится. И заворачиваю вот так вот, заворачиваю. И начинаю их вот так вот тереть, тереть, тереть. Чтоб сошла с волха. Все, вот так вот, потрите их немножко. Помните, как в детстве когда-то мы делали? Мы же все знаем, что в детстве вот так вот мы снимали вот такую вот тоненькую шелушку с орешков. Тем более, все из нас знают лесные орешки. Посмотрите, вот и все. То есть весь интерес в том, чтобы это не до конца было очищено. Немножко, чтобы верхняя шелуха сошла. Чтобы это было вот настолько натурально. Да, есть, конечно, чистый, очищенный вот такой фундук. Ну, как-то он не впечатляет. Да, а вот именно вот такой вот он более натуральный. Вот то, что не сошло, оно должно остаться. Должно остаться. В этом тоже есть польза. Здесь тоже есть всевозможные полезные элементы. Пускай это будет. Все, значит, с этим мы уже разобрались. Мы это оставляем в стороне. Я это ставлю в сторону. Вот так. Гена, достаточно? Посмотри, пожалуйста, ли нам еще. Великолепно, великолепно. Еще прямо вот это все. А, прямо все. Ну, единственное, что возьмем, вот я возьму вот такую, вот оставлю ее в стороне. И просто ее натру мелко, чтобы для того, чтобы посыпать эти конфеты. Они слегка посыпанные иногда бывают. Ну, конечно же, сгущенное молоко. И вот теперь мы отправляем за сгущенным молоком. Я когда-то в детстве мог совершенно спокойно сесть и слопать целую банку сгущенного молока. Ну да. Да, не только я один. Да, это большая ложечка. Мы возьмем меньше. Вот мы прямо всю банку сгущенного молока. Это вкусно. Ну, я... На праздники можно. Некоторые скажут, вот, нельзя, ну что вы, здесь столько сахара. Если мы говорим о конфетах, то в них есть сахар. Мы не делаем это каждый день, мы делаем это на праздник. Поэтому ничего в этом такого нет. Не нужно этого бояться. Ну, теперь мы ставим это все на огонь. И мы потихонечку, потихонечку разогреваем вот такое возгущенное молоко. Вот сейчас оно разогреется. После того, как оно разогреется, мы добавим шоколадные чипсы. Это может быть вот такие вот чипсики, вот такие вот шоколадные. Это может быть просто рубленый шоколад. Или просто шоколадную плитку, которую вы поломаете. Добавьте. Это молочный, да, Геншик? Это молочный шоколад, конечно. Не стоит брать шоколад такой темный, очень насыщенный, такой dark чоколад. Все, смотрите, как быстро начинает... Видите, как быстро оно уже все. Вот оно уже превращается в такую вот жидкость. И теперь мы добавляем туда шоколад. Не бойтесь шоколада. Мы добавляем туда побольше. Это будет очень вкусно. Мы делаем сегодня не обычные конфеты. А конфеты, которые любят абсолютно всех. И вот теперь мы начинаем все это мешать. И шоколад начинает таять. Да, 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 на огне. Вот, видите, как он быстро. Он уже начинает таять. Посмотрите, с какой скоростью. Он уже начинает таять. И мы его вот так вот проворачиваем. Я бы сам сейчас все быстро съел, даже не дожидаясь. Да, именно это. Даже не дожидаясь, пока он растает. Можно добавить немножко ванилина. Но я не стал никакого ванилина добавлять, никакого ликера. А вот такой, как он есть. Шоколад уже растаял. Посмотрите, с какой скоростью. И вот сейчас мы туда добавим ваффлс. Различный, с различным вкусом. Потому что орешек нас уже ждет. Мы сейчас добавим туда орешки. Оно должно хорошенечко все растаять. Не должно быть кусочков. Это должен быть такой вот melted chocolate. Мы готовы. Какая прелесть. Спасибо. Вот настоящие помощницы. Как хорошо, что сегодня пришла Сонечка. Я не думаю, что мы с вами смогли бы вот так вот миленько и красиво это сделать. Деночка, я бы просто не справилась с таким количеством ваффлс. Нет, конечно. Конечно. Доченька спасибо. Спасибо, Сонечка. Спасибо, Сонечка. Так. Ну, теперь мы уже говорим о наших орешках. Вот таких вот. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот так. Орешки наши. Я сейчас... Вот видите, сколько шелухи осталось. Сейчас вот так. Все. Я дам. Это сюда. Для того, чтобы вы увидели, сколько здесь осталось шелухи. Видите? Вот так. И теперь они имеют вот такую вот красивейшую вот такую вот форму. Слегка очищенных. Слегка. В этом вся красота. Они очищены слегка. Ну, и что? Ну, мы теперь добавляем сюда орешки. Цельные. Цельные. Мне нравится, когда мы нарежем, а мы нарежем это, мы не будем катать шарики. Мы нарежем. И поэтому орешки будут перерезаны некоторые и останутся некоторые целиком. То есть, в этом вся красота. А вот теперь мы постепенно, постепенно добавляем вафлес. Да, мы добавляем вафлес. Можете их добавить много, мало. Можете это опять поставить немножко нагреться. Шоколад остывает. То есть, вот так вот. У меня немножко маловато для такого количества оказалось кастрюлька. Я пожадничал. Вы возьмите побольше. Потому что побольше это всегда лучше, чем поменьше. Давай все что лишнее уберем сюда. Да, мы сейчас... Нет, 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 здесь это не стоит. Я это аккуратненько перемешаю. И тебя даже сделает больше, чем нужно. Вот так вот мы это сделали. Больше, чем нужно. Вот так. Я их специально вот так проворачиваю. Шоколад начал опять. Вот так вот. Вот так. Цепится, да? Да. Вот теперь. Вот теперь вот такая вот красота. Вот теперь вот такая вот красота. Все. Этого достаточно. Я выключил. Я убираю то, что нам не нужно. Я даже специально приготовил лед. Я вам объясню для чего. Сейчас, секундочку. Я специально приготовил лед. Я думал, что все-таки я не рассчитал здесь, честно вот говорю. Потому что мне показалось, что все это поместится в эту маленькую кастрюльку. И оно еще останется довольно мелтед. И для того, чтобы... То есть еще жидкое. Для того, чтобы быстро остудить, я бы поставил это просто в лед. Буквально через 2 минуты оно было бы уже холодное. И это все можно выкладывать. Но, как оказалось, из-за того, что кастрюлька немножко меньше, мы добавили туда одну часть. И мы смотрим по густоте. А оно довольно густое. Видите? Уже начинает оно... Начинает твердеть шоколад. Вот. То теперь нам осталось взять вот так вот. Обратите внимание. Мы можем даже положить это вот так вот на противень. Бумагу. Мы можем на противень положить вот такую вот бумагу. Так. Все это нам не понадобится. Это можно убирать в сторону. Вот. Вот я положил бумагу. И сейчас я это буду разравнивать. Для того, чтобы дать этому возможность остыть. Вот такой вот. Давай сделаем один большой такой шарик. Да, один большой шарик. Да, мы потом просто не разберемся, кто первый будет его пробовать. Мы выключим свет. Вот так вот оно готовится. Очень несложно. Видите, я вынул весь шоколад. Все. Вот такой вот весь шоколад. Я его вынул. Все. Это нам тоже уже не понадобится. И теперь мы можем вот так вот это все разровнять. Разровнять. Так это можно придержать. Вот так вот так вот так вот так. Потому что потом мы это просто нарежем. Мы это просто нарежем. Я специально, видите, я сделал таким большим куском. Одним большим куском. Для того, чтобы он был толстый довольно. Потому что я приготовил вот такие вот. Вот такие чудесные. Да, вот такие вот симпатичные стаканчики, в которые мы положим кусочки нарезанных вот таких вот конфет. Все. Вот это все. Вот такое вот несложное. И достаточно. Если вы хотите, вы можете... Все. Вот так вот. Это уже готово. Если вы хотите, вы можете сделать, как я и показывал. Все это мы оставляем остывать. Мы сейчас положим это в холодильник. Если вы хотите, вы берете, допустим, белый, да, вот такой вот. И можете его хорошенечко вот так вот размять. Хорошо его размять. Для упрощения. На кусочки, на кусочки, на кусочки. Для того, чтобы посыпать его сверху. Или таким. Или другим. Вы можете сделать его мелко. Вы можете натереть его на терке. То есть вы можете импровизировать. То, что вам больше нравится. Вот у нас еще даже осталось так немножко, да? Да. То есть не стесняйтесь. Мы, как и многие кондитеры, мы работаем сегодня. Видите, все у нас чисто. У нас нет никаких других предметов на столе. Мы работаем вот только с такими вот вафлами. Вот так вот. Вы можете хорошенечко это все размять. И вот теперь это все осталось только посыпать. Да? Олечка, сможешь мне подать вот так вот? Да, конечно. Мы сейчас посыпем сверху. И можем потом нарезать. Сейчас так на стол. Мы это можем хорошенечко вот так вот посыпать. Вот так вот сверху. Видите? Это действительно очень просто. Я показываю, что это не сложно. Это просто. Потому что сейчас оно немножко остынет, и мы его нарежем. И шоколад будет... И шоколад, да, конечно. Это очень быстро. Я показываю. То есть вы можете сделать формы. Вы сейчас можете, прямо сейчас, пока оно теплое, вы можете накатать вот такие вот шарики. И обвалять их в крош. Но я показываю то, что это можно сделать гораздо проще. Это просто можно нарезать квадратиками и положить вот такие вот стаканчики. Ну что ж, все. А главное, что можно в процессе увлекать и деток. Да, мы готовы. Теперь я поставлю буквально это в холодильник на пару минут. Но чтобы ускорить, я просто поставлю в морозильник, конечно же. И через пару минут у нас есть вот такие вкусные конфетки. Ты будешь кушать конфетку? Сейчас она заморозится, и мы уже будем раскладывать. А вот и Гена пришел. Гена, мы решили, что мы на Новый год обязательно с Соней сделаем такие конфеты. Я думаю, конечно. Экономия, экономия времени. Да. А самое главное, что можно привлекать еще и деток, что немаловажно для мам. Я поэтому хотел показать, что этот рецепт совершенно несложен. И с детьми это всегда делать гораздо интереснее и увлекательнее. И вообще, когда делает это вся семья, я думаю, что и взрослые с удовольствием присоединятся. И мы вот сейчас с Олей обсуждали, что следующая наша программа, мы ее снимем специально для Нового года. Расскажем новогоднюю интересную историю. А уже после Нового года мы сделаем детскую программу, где будет участвовать несколько детей. И мы все вместе будем делать, скорее всего, нью-йоки. Нью-йоки это вкусные такие, что-то вроде ленивых вареников, как у нас их называют. Но я думаю, что у нас получится. Ты уже прямо рассказал о планах на будущее. Потому что я с удовольствием, мне нравится. И я считаю, что такая помощница, она просто делает сегодняшний день полностью. Да, Санечка? Спасибо. Мы сейчас разложим вот такие вот бумажки. Или такие вот, как их можно назвать, стаканчики. Тарталетки. Тарталетки. Пускай будут тарталетки. Все. Будет так много у нас так получится? Да, конечно. Мы небольшими кусочками будем делать для того, чтобы было удобнее их. Есть. Ну, вот так вот мы их как бы положим. То есть они бывают разные, бывают очень красивые. В магазинах сейчас очень много разных. Бывают черные, мы заменим положим, допустим, черные, пару черных. Ну, достаточно, да? Да. И сейчас мы все это нарежем. Все. Вот такая вот несложная. Очень простая, легкая, быстрая. Да, совершенно несложная. Я тоже об этом всегда говорю, что как бы то ни было, это все мы можем сделать своими руками. Очень здорово. Потратив совершенно немного времени и совершенно немного ингредиентов. В принципе, минимум продуктов, которые можно найти дома. Абсолютно. Здесь буквально 4 продукта. Как я уже говорил, это шоколад, это сгущенное молоко. Это, конечно же, фундук. И совершенно любые вафли, которые вы любите и которые вы хотели бы видеть у себя в этих конфетах. Или это, конечно, выглядит как брауни, то есть больше как такой вот пирог, можно сказать. Но мы нарежем их мелко, как конфеты. Ну что ж, я думаю, что уже самое время. Пора доставать, да? Самое время. Кем, ну давай, мы тебя ждем. Ну, быстрее, нет, быстрее. Конфеты, конфеты. Вот, мы готовы. Сейчас мы будем нарезать и пробовать. Вот так мы это сделаем. Мы сейчас возьмем ножик. Маленькую лопаточку. Вот такую вот маленькую совсем. Вот. И все. И мы будем нарезать, ну, допустим, что-то лишнее. Ну, края, да? Да, края. Мы оставим для тех, кто... Можно десерт? Да, для тех, кто не дождется. Да, для тех, кто не дождется. Сейчас, пока мы все это нарежем, я возьму маску в посудку и положу кралюшек. Да? Окей. Ну что, небольшими кусочками. Я объясню, почему я так это режу сейчас. Сейчас вы увидите. Сейчас вы все увидите. Это в сторону. Шоколадный. В сторону. И теперь... Раз. Так. Теперь я хочу показать вам, о чем я говорил. Посмотрите, нежнейший, посмотрите срез. Посмотрите, видны орешки. Посмотрите, какая прелесть. Я просто уверен, что все останутся довольны. Они нежнейшие, они тают во рту. Вы можете их посыпать шоколадной крошкой, не обязательно вафельной. Посмотрите, какая красота. Посмотрите на эти орешки. Про это я и говорил. Посмотреть, какой срез. То есть, именно вот это мне нравится. Вот такой, когда ты видишь вот этот срез. Такая прелесть. Где на кокосовой стружкой можно посыпать? Кокосовой стружкой. Можно добавить кокос. И тогда это будет... Баунти. Эта компания выпускает очень много различных продуктов. Действительно, именно вот такие вот шоколадные батончики всевозможные. Посмотрите, какая прелесть. Вот сейчас мы будем все вместе это пробовать. Во-первых, это все очень нежное. Во-первых, оно действительно... Они не забитые, потому что там есть сгущенное молоко. Там есть вафельная крошка, которая дает орешки. Смотри, вот это теперь будет мой кусочек. Там аж три. Там аж три орешка. Да, да, да. Я вижу, что я мало нарезал. Вот это... Видите, как это несложно. Я считаю, вот такие вот остатки, краешки. Это нужно отдавать тем, кто стоит на кухне. А именно для меня. Вот такие вот чудные, чудные, легкие, легкие конфетки. Они шоколадные. Вы видели, сколько там шоколада. Вы видели, как они несложно делаются. Каждый из нас может это повторить. Это я уже ножом немножечко поторопился. Ну что ж. Красиво. Теперь мы смело можем это пробовать. Ну что ж, ребята. Уже? Прошу. Мы пробуем то, что мы сделали. Конечно, Ген. Мы попробуем. Доченька, ну что, попробуем? Ну давай, выбирай себе. Вот этот. Ну давай, вот этот. Ты у нас первый, а кто будешь пробовать? Бери. Вот так. Ну как? Спасибо, солнышко. Спасибо. Ну что ж, я тоже теперь должен попробовать, но я должен знать. Спасибо большое, спасибо большое. Угощайся. Ну, ребят, это то, о чем я говорил. Посмотрите, посмотрите на этот срез. Посмотрите, какая красота. Лесной орех, он вкусен сам по себе. А с шоколадом, по-моему, это бог создал. Сочетание с сгущённым молоком. Сочетание великолепнейшее. С сгущённым молоком. Ну, теперь мы попробуем, что мы сотворили. Я не буду кусать, я просто сразу возьму весь кусочек. Я не знаю, какой праздник я люблю больше. Хануку или Рождество. Я уже запутался. Ну, ребята, вы должны сделать это сами. Перерешай, великолепная компания. Я их очень люблю. Но то, что мы сейчас делали, и так как нам помогла Соня, мы для них конкуренты. Пускай боятся. Начинаем выпускать. Сонечка, умничка, очень вкусно. Спасибо, Соня. Действительно, безумно простой рецепт. Главное, не нуждающиеся ни в каких пропорциях. Пропорции на глаз. Абсолютно. Минимум времени. Я думаю, что это самые успешные сладости, которые могут приготовить мамы. вместе со своими детками. На любой праздник. Абсолютно на любой. Дед, пора прошаться. У нас еще остались конфеты, поэтому мы завершаем нашу программу. Смотрите нас, пишите нам. Спасибо. До следующей программы. Пока. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok